Давай попробуем коснуться трёх уровней человеческого опыта. Михаил Коуч. Я верю, что самооценка — это просто вредный концепт. Ты же для мира всё равно делаешь, это не только для себя. Когда люди пишут мне позитивные, восторженные вещи, я понимаю, что они просто чувствуют себя хорошо. Какая тяжесть для тебя не является такой же большой тяжестью, как для всех остальных? Людям сразу же приходит огромное облегчение, когда они уходят от мнений и начинают разговаривать фактом. И бесстрашие чаще всего приходит, когда ты полноценно принимаешь все части себя. Я не знаю, сколько людей могут про себя такое сказать. Искусство во многом создаётся из управления своей тёмной стороной. Ребята, добро пожаловать на канал! У нас сегодня в студии гость из Канады. Представляете, ко мне приехал Михаил Саидов. Михаил, давайте ты про себя расскажешь все свои регалии. У тебя их просто столько много, и очень интересная тема нас сегодня ждёт, поэтому можешь представиться. Я основал компанию, которая называется Академия экспоненциального коучинга. В Канаде она имеет другое название — Институт медоконативного программирования. И ты закончил университет в Торонто, да? Я закончил университет в Торонто, но он называется Йорк. Йорк. Йоркский университет. Я там получил MBA. А в Йорке ты на полной финансировании, да, по-моему, учился? Они мне дали их первую, вторую, самую большую стипендию. Класс. Для того, чтобы там учиться. Это было очень приятно. Михаил — коуч, и он на самом деле мне очень помогает. Как мы с Михаилом познакомились, мы брали коуча себе на курс по... Ну, для блогеров, для начинающих особенно, которым очень сложно пробить вот такие вот какие-то моменты, которые блокируют в тебе начало чего-то нового. И у нас была такая Алёна, которая у тебя отучилась, и она мне такую интересную мысль сказала. Говорит, Марин, каждый раз, когда ты о чём-то думаешь, задавай себе вопрос, а как мне эта мысль помогает в моей жизни? Как она мне помогает двигаться дальше? Она мне реально помогает? Или она меня останавливает? И я сейчас себе ментальную жвачку придумала? Вот. И я тогда поняла, что у тебя очень классный метод. Самый большой рост всегда там, куда идти страшно и дискомфортно. Я знаю, что для многих ребят, которые смотрят этот канал, расширение на международную аудиторию — это тот следующий шаг, которого очень хочется достичь, но не всегда получается из-за того, что не знаешь английского языка, не понимаешь другую культуру и не понимаешь, как в неё интегрироваться. Мы в Lingva3 приготовили для вас специальные пакеты, они разделены по уровням, для тех, кто хочет прямо сейчас начать учить английский язык, и английский язык, который не просто вот по книжке, когда вот помните, у нас были раньше словари, где мы писали слово, транскрипция, перевод, а начинать учить язык сразу из контекста по темам, которые актуальны прямо сейчас. Каждый из пакетов подходит под определенный уровень языка, и в любом из пакетов, покупая два курса, вы получаете третий в подарок, и за счет этого получается огромная скидка на наши продукты. Итак, первый пакет для тех, кто только начинает учить английский. Туда включены три наших курса. С нуля до базового уровня, курс от Elementary до Intermediate, а в подарок вы получаете курс от Intermediate до Advanced, наш самый популярный семинедельный курс. И стоимость трех курсов, в которых мы осветим всю ту базу, которая нужна, чтобы уверенно двигаться по ступеням английского языка, 258 долларов вместо 347. Оплачивать у нас можно как в рублях, так и в долларах, достаточно поменять валюту на странице курса. Второй сет для более продвинутых. Туда входит курс Challenge от Elementary до Intermediate и курс от Intermediate до Advanced. А в подарок вы можете выбрать либо наш самый сложный курс от Advanced до Proficiency, там, поверьте, преподаватель рассказывает такие вещи, которые для носителей даже представляют челлендж. А можете пойти и начать улучшать свое произношение вместе с нашим курсом чит-коды произношения от Вене. Стоимость этого пакета 178 долларов вместо 267. И наш третий сет для экспертов в английском языке. Туда входит курс от Intermediate до Advanced и наш самый сложный курс от Advanced до Proficiency. А курс чит-коды американского произношения от Вене вы получаете в подарок. Стоимость этого пакета 178 долларов вместо 267. То есть покупаете пакеты, вы получаете сразу несколько курсов, которые помогут вам продвинуться на несколько уровней английского. Вы можете брать их в своем темпе, можете присоединяться к групповым созвоном, а можете просто смотреть лекции в записи и выполнять тесты на нашей удобной платформе. Это предложение ограничено только для тех, кто смотрит это видео. Ссылка будет в описании. А мы продолжаем наш разговор с Михаилом Саидовым. Я хочу тебе такой сегодня, такую тему с тобой поднять. Я на самом деле смотрела, ну вот такой запрос сейчас аудитории, там, не зависеть от чужого мнения, как пережить какие-то турбулентные состояния, как не погружаться в негативные мысли. Вот ты разговариваешь с человеком, который просто максимально нервный. Серьезно? Вот можем сегодня про это поговорить? Как убрать вот эту нервозность? Как сделать так, чтобы тебя... Ну вот, знаешь, тоже просто вот пример из жизни. Сразу, чтобы это было понятно, вот я сняла видео про то, что мы купили квартиру на Гавайях. А кто-то пишет там, поздравляю, поздравляю. А кто-то пишет, ну, типа, понятно, естественно, нужно было вообще на Марсе купить, кто туда... Ну, знаешь, люди начинают говорить, что кто туда поедет. Естественно, вас накроют вулканом. Всё. Ну, то есть кто-то делится с тобой как чувствует. Своими страхами, да. И что ты думаешь? Естественно, эти страхи, они у меня начинают жить вот здесь. А, то есть ты веришь? Не то, что верю, я тоже начинаю думать. Ты начинаешь думать об этом. Я начинаю думать, они начинают занимать в мою мысль, а что действительно вулканом накроют или нет. Хотя там, ну, вероятность, что за ближайшие там 1300 лет есть 3% вероятность. Ну, короче, знаешь, какие-то такие. Вот, давай про это. Давай, давай. Знаешь, давай попробуем коснуться трёх уровней человеческого опыта. То, о чём ты говорила, это такой больше ментальный уровень, когда ты плохо себя чувствуешь из-за того, как ты думаешь. Да, то есть твоя мысль, она создаёт для тебя определённый человеческий опыт, и твоё тело подключается к этому человеческому опыту. Бывает так, что мы в силу каких-то причин обходим ментальный уровень, и мы просто плохо себя чувствуем. Мы не можем конкретно идентифицировать, почему. То есть это не связано с тем, что мы как-то думаем в моменте, мы просто себя чувствуем. Это больше такой эмоциональный уровень, да. И есть третий уровень, более физический, телесный, когда мы себя плохо чувствуем, потому что с телом что-то плохо. Тело чувствует себя плохо. И оно даёт знать. Мы с тобой прекрасно знаем, когда вот мы чем-то болеем, у нас нет настроения, да, у нас нету достаточно энергии, и когда мы чем-то болеем, наши мысли не очень радужные. Давай начнём с первого, потому что чаще всего людям моментально становится легче, когда они начинают видеть, как они думают. И вот ты когда сказала, я сразу же начала думать, а вдруг там вулкан, а вдруг там, да. Это большой шаг, потому что ты понимаешь, какие мысли делают тебе хуже. Ты уже понимаешь, да, это всегда первый шаг осознать, какие мысли делают с тобой что-то. Мы это называем детектором пользы. У нас есть в экспоненциальной работе два детектора. Один называется детектор правды, а второй называется детектор пользы. Детектор правды спрашивает, вот то, что ты думаешь, это действительно правда? Насколько это фактично? Насколько это соответствует истинному положению вещей? И если ты более-менее думающий человек, то не будет в принципе ни одной мысли, которая выражена словами, которая бы соответствовала на сто процентов правде. Да. Я приведу пример. У правды есть своего рода три уровня. Первая правда — это личная правда. Когда, допустим, ты говоришь, когда я попадаю в незнакомую среду, я скромничаю, или я чувствую себя некомфортно, или я застенчив, или я застенчива, да? Допустим, я, когда попадаю в незнакомую компанию, у меня есть натуральная склонность быть застенчивым. И это моя личная правда. Я могу сказать, что для меня это так. Но эта личная правда не является универсальной правдой. Кто-то, попадая в новую среду, чувствует себя как дома, как рыба в воде. Таким образом, мы сразу же понимаем, что моя правда, она может быть для меня верна, но это просто моё мнение о себе. Может быть, в некоторых условиях я попаду в среду, где я не буду застенчивый. Да, например, когда я работаю со своими студентами, которых очень много, а я не застенчив. Потому что я там тренировал себя, не быть застенчивым. Второй уровень правды — это правда, которая является универсально фактичным. Например, если мы можем с тобой достаточно фактично сказать, что мы здесь сидим, и мы разговариваем. И все люди, которые на нас смотрят, они подтвердят этот факт, что мы действительно сидим, мы действительно разговариваем. Это второй уровень правды, который является фактом. Он отличается от мнения тем, что это можно доказать в зале суда. И людям сразу же приходит огромное облегчение, когда они уходят от мнений и начинают разговаривать фактом. Например, если мы вернёмся к идее квартиры в Гавайи, то ты говоришь, что будет, если там вулкан, или что будет, если снесёт, или что будет, если туда никто не приедет. И вопрос себе, насколько я уверена, что это факт. И ответ, ну, конечно же, это не факт. Конечно же, это эмпирически никак не подтверждено и не доказано. Но ты знаешь, вот тут вот, ну, что мой мозг мне на это отвечает. Окей, да, там это не факт, есть маленькая вероятность, но что мой мозг делает? Окей, Марин, а давай проверим, есть ли страховка у нас там от вулкана и так далее. То есть я поэтому не могу отказаться от этих мыслей, потому что иногда они меня приводят к какому-то, ну, типа, закономерному там решению, что нужно купить страховку. Абсолютно верно. Проблема наступает только тогда, когда мысль начинает калечить твой человеческий опыт. Я приведу другой пример. Потому что с квартирой ты просто, ты почувствовала, что есть какая-то вероятность, да, и подумала, окей, я, вероятность низкая, но я попробую на всякий случай защитить себя, да, от этой вероятности. И если ты не видела в этом проблему, а видела просто процесс, то всё нормально. Но представим себе другую ситуацию. Представим себе, что у тебя в голове закоренилась мысль, что ты не нравишься людям. что, знакомясь с новыми людьми, они видят, что в тебе что-то не так. И ты им не нравишься. И представим себе, что в некоторых ситуациях это действительно так. Ты приходишь, и они на тебя реагируют не очень хорошо. Но не во всех. Когда ты начинаешь думать, что эта мысль, она для тебя может быть даже полезной, то, потому что ты говоришь, ну я же тогда могу пойти и коуча нанять, и попробовать отренировать, как я выгляжу перед людьми, и как я одеваюсь, и как я с ними разговариваю, как звучит мой голос, и какие жесты я проявляю, да. Может быть, это тебя к чему-то ведёт, но на самом деле, к чему это тебя ведёт, чаще всего к ничтожному существованию. Как ты отличишь? И для этого мы используем следующий детектор, который называется детектор пользы. И детектор пользы звучит, это помогает или не помогает? И вопрос помогает в чём? И ответ очень простой. Чувствовать себя хорошо. Прямо сейчас. Вот прям тут, знаешь, очень хочется дальше копнуть. Когда переходится та грань, когда ты уже начинаешь творить что-то, ты внушил себе, что надо идти там, окей, проявляться там, что-то делать, но в какой-то момент ты начинаешь перешагивать грани какие-то, которые уже там на грани закона, это позволено, и когда уже, ну, это ведёт к плачевным последствиям. По идее, те мысли, которые, окей, это людям не нравится, давай-ка мы тут поприберём, они всё-таки могут быть позитивными в плане того, что ты начинаешь чушь какую-то творить там и, ну, там, окей, беззаконие, небеззаконие, но что же с обществом воспринимается вообще конкретно? Вот где эта грань? Как ты её чувствуешь? Грань всегда, мне кажется, очень-очень проста. Ты, когда это думаешь, ты страдаешь или нет? Например, когда ты думаешь, что люди тебя не принимают, ты от этого страдаешь или ты не страдаешь? Потому что, представим себе, что ты делаешь какое-то видео, например, на свой канал, да, и ты видишь, что 80% всех комментариев негативные. И ты приходишь к выводу, что я не создана ли этой работой, допустим, или я не понимаю, что я делаю, или я глуп, или я недостаточен, да? И ты вместо того, чтобы использовать этот фидбэк для коррекции процесса, зная, что процесс не имеет большого отношения к тебе и к твоей личности, вместо этого ты начинаешь думать, что всё это о тебе. Вот, смотри, вот тут прямо остановиться, да? Одно дело, ты начинаешь, окей, ты можешь откреститься, почитал там, не знаю, сделал какую-то дурь на видео, вот там, не знаю, Виталий Зиди ТВ выбегает на поля, вот он отсидел сейчас, сколько-то, да, на футбольное поле, там срывает матч, окей. Он такой посмотрел, такой, а, это интернет, они просто ничего не понимают, я тут, значит, творю историю, но в итоге ты отсидел. То есть, в данном случае тут важно понимать, где он просто себя обманывает и заблуждается, да, это то, о чём ты говоришь. Как вот, как отличить, да. Так вот, отличается очень всё просто. Люди пишут, что то, что ты делаешь, это не то, да, и вместо того, чтобы думать, я согласен, то, что я сделал, не подходит, я беру за это ответственность, я сделаю по-другому. Это один мыслительный процесс, который очень чётко отделяет твою внутреннюю ценность и достаточность и уверенность в своём гении, уверенность в том, что ты делаешь, от работы, от того, что произошло. Там есть очень чёткая грань. То, что я сделал, это не так, но я хороший человек. То, что я сделал, это не так, но я беру ответственность. То, что я сделал, это не так, но я чувствую себя спокойно, потому что это просто моя работа. Окей? В то время, что мы видим, это люди делают этот прыжок. То, что было сделано, было сделано, потому что я плохой человек. То, что было сделано, было сделано, потому что я недостаточно хорош, потому что я недостаточно умён, потому что во мне дефект. Перескакивая как бы через вот эту работу, да, сразу на себя. И когда они привязываются к этому, они чувствуют это на уровне эмоций. Это становится их частью внутреннего мира. Этот внутренний мир является токсичным в их состоянии, они чувствуют себя плохо. Поэтому мы задаём вопрос, это тебе помогает чувствовать себя хорошо или нет? Если это тебе не помогает, то ты сопротивляешься реальности, ты её изгибаешь, ты себя обманываешь. А знаешь, что ещё, окей, какое-то вот возражение, что ты что-то сделал, тебе пишут, и часто там говорят, они обращают внимания на комментарии, они там дураки условно, да, это вообще пишут, там, школьники, ничего не понимают. Как ты отличаешь для себя информацию, на которую ты обращаешь внимание? Потому что я, в принципе, могу на всё обратить внимание, но я себе тоже могу сказать, что окей, да, это что-то вообще какая-то фигня, не туда залетело. Вот тут вот как ты разбираешься с этим? Я не могу признаться, что я очень много читаю обратной связи, да, в силу своей работы, да, у меня даже там в Телеграме, в моём Телеграм-канале выручены комментарии, потому что я не пишу для других людей, я пишу для себя, это моя работа, это моё произведение, и моё произведение отражает то, как я вижу мир, а не то, как... Но ты же всё-таки для них... Ну, это же фидбэк, это как оценка... Ты же для мира всё равно делаешь, это не только для себя. Когда мы думаем, что мы что-то делаем для мира, мы фундаментально себя обманываем. Ничего из того, что мы делаем, мы делаем для мира. Всё, что... Когда мы реагируем на то, как реагирует на нас мир, это потому, что мы от них ждём признания. Но это мы делаем только для себя. Не потому, что мы волнуемся о них, не потому, что мы беспокоимся... Ну да, конечно, нам важна оценка, естественно. ...не потому, что мы хотим помочь, да. Мы смотрим, как они это оценивают. Но что я со временем увидел, и я увидел, что мои нормы и мои этические принципы, они достаточно хороши, чтобы я не попадал в просак и не делал глупостей, чтобы потом не было каких-то тяжёлых последствий. И когда я это увидел, я отвязал результат своей работы от себя. И у меня бывают вещи, которые я думаю, что я сделал поразительно хорошо, но людям это не нравится. И есть вещи, которые я даже не вложил никаких усилий, и люди в восторге от этого. И со временем я понял, что мой стандарт оценивания моей работы не очень сильно зависит от того, как люди это оценивают. И мне нужно решить, на чей стандарт оценивания я всё-таки полагаюсь в своей работе. И я решил попробовать полагаться только на свой. Одновременно я иногда встречаю комментарии, которые являются комментариями глубоко осознающих себя людей. Когда это комментарий не о том, как выглядит внутренний мир человека, потому что он пишет плохо или критикует меня, потому что он чувствует плохо. А это комментарий высокообразованного критика. Критика, который чувствует себя глубоко, спокойно, давая мне обратную связь. И эти комментарии я ценю. Многие из них я фотографирую и оставляю себе, потому что это даёт возможность такому же, в данном случае, в моей работе эстету, как и я, увидеть, да, мне это даёт возможность посмотреть точку зрения другого эстета и откалибровать свою точку зрения, опираясь на точку зрения человека, которого я уважаю. Интересно, как ты их отличаешь. Это сразу видно по уровню слов, по уровню фраз, которые используются. А ты сохраняешься и критику, и позитивные, правильно? Позитивные я не читаю. Позитивные меня не очень волнуют, если честно. Это правильно. Вот это, кстати, тоже такой интересный момент, что это, по-моему, даже Алена мне говорила, что если ты не хочешь реагировать на негатив, ты должен отказаться от реакции на позитив. Это значит, что ты в нейтральной позиции, что тебе важна твоя оценка, как реагируют люди. Окей, хорошо, здесь есть негатив, позитив. Мне всё абсолютно нейтрально. Когда люди пишут мне позитивные, восторженные вещи, я понимаю, что они просто чувствуют себя хорошо. Человек, который чувствует себя хорошо, всегда опишет мир словами красоты. И я просто искренне за них рад. Я чувствую, знаешь, я думаю про себя, благослови твои звёзды, и я рад, что ты чувствуешь себя так хорошо. Но это имеет очень малое отношение к моей работе. С точки зрения негативных комментариев, опять же, я ищу не негативные комментарии, а я ищу комментарии людей, которые глубоко думают и которые являются эстетами. Это те комментарии, с которыми я могу соединиться, и где я могу подсмотреть чуть больше о своей работе. Класс. Давай тогда перейдём к самооценке. Потому что это же всё идёт от самооценки. То есть, условно, ты тоже, знаешь, так оценить, окей, я говорю себе, что у меня довольно высокие моральные стандарты, и я за счёт них, за счёт моего морального компаса, не попаду ни в какие плохие ситуации. Я не знаю, сколько людей могут про себя такое сказать. Ну, то есть, я... Не знаю, я иногда, ну, типа, про себя такое не всегда, наверное, могу сказать. То есть, у меня там есть моральный компас, его зовут Дима, он иногда такой, Марина, Марина, воу-воу-воу, притормаживай здесь. Ну, то есть, мне действительно важно слушать там фидбэк людей вокруг, потому что иногда я готова на какие-то сумасшедшие вещи, на которые я потом через год посмотрю, и думаю, господи, нафига. Я думаю, что каждый должен образовать себя в последствиях. Что имеется в виду? Ты должен хорошо понимать риск и вероятность риска. Да, то есть, к чему риск может привести. Мы тоже можем много поговорить о риске, потому что многие люди путают риск с волатильностью. Да, волатильность не является риском, волатильность является просто движением вверх-вниз. В то время как риск — это то, что может для тебя закончиться действительно плохо. И когда мы говорим «плохо», какая дефиниция «плохо», это либо потеря свободы, либо потеря цельности. Это обычно вот те два риска, о которых мы должны хорошо знать, и мы должны их хорошо видеть. Потеря цельности можешь расшифровать? Цельность. У нас есть низкоуровни цельности. У нас есть физическая цельность. Грубо говоря, я не хочу ничего такого сделать, что может мне отрезать руку, или может мне поломать спину. То есть, мне бы не хотелось бы туда идти, а если я туда иду, то я сделаю всё возможное для того, чтобы этот риск снизить до самого-самого минимума. Цельность может быть эмоциональной. Когда я делаю что-то такое, или что со мной случается, что в буквальном смысле меня раскалывает. Пример потеря эмоциональной ценности – это то, что называют психологической травмой. Мы знаем, что серьёзные психологические травмы, они оставляют физический след в теле, и они действительно раскалывают твою душу. И потом ты работаешь над тем, чтобы её снова сшить обратно. И если я собираюсь пойти на опыт, который теоретически может расколоть мою душу, я хочу быть уверенным, что я понимаю свой риск, на что я иду, и почему я это делаю, ради чего я это делаю. Блин, ты тоже вот так говоришь, знаешь. Когда ты начинаешь, например, ну вот я думаю, начинаешь какое-то дело. Вот я вспоминаю себя, когда я только начинала блог. Я понимала, что я маленькая, но меня никто не обращает внимания, я могу делать, что хочу реально. И это вот, ну если бы я прям реально оценивал риски, ну там третье моё видео было, как накачать поп. Ну что, типа я... Ну это маленький риск. Ну так, ну знаешь, там типа люди... Я не знаю, я рада, что я сделала этот эксперимент, я рада, что я видела этот фидбэк, но если я сейчас берёшь с ним это видео, понятно, что, ну блин, наверное... Получилось накачать? Нет. Ну типа, знаешь, мне просто хотелось всё. Потому что, возможно, мне тоже нужно это видео посмотреть. Я его скрыла, я его скрыла. Там были комментарии. Нет, ты просто знаешь, вот этот вот внутренний... Этот вот риск, он граничит с тем, что моя внутренняя свобода, что я могу себе позволять. И иногда для того, чтобы найти себя, ты должен себе много всего позволить. Ну или там я от природы человек суперлюбопытный. Мне интересно всё. Мне интересно там и в крипту залезть, и туда залезть, и с этими вообще туда-сюда. Ну и как бы я понимаю, с одной стороны, да, что есть риски, с другой стороны понимаю, если я сейчас себе уровень риска снижаю, я себе столько всего отсеку, что мне уже будет неинтересно совсем. Вот опять, где эта грань, где этот баланс? Первое, я вернусь к тому, что у нас очень мало в жизни рисков на самом деле. Мы либо можем потерять целостность, либо свободу. Особых других рисков нет. И если ты это действительно хорошо понимаешь, то всё остальное на самом деле является немного другим. Является не рисковым, а является частью непринятия себя. Условно, когда ты скрыла видео про попу, или когда ты не делаешь подобные видео, это потому, что ты стесняешься тёмной стороны своей. Ты стесняешься вещей, которые общество может не принять. Да. Учитывая, что ты креатор, что ты артист, что ты художник, это настолько сильно ограничивает твою работу, потому что хоть где-то ты в этом плане обязана быть бесстрашной. И бесстрашие чаще всего приходит, когда ты полноценно принимаешь все части себя. И искусство во многом создаётся из управления своей тёмной стороной. И тёмная сторона — это то, что мы пытаемся скрыть, то, что мы пытаемся забить, то, что нам кажется, люди не примут. И мы пытаемся каким-то образом от этого уйти. Но когда ты принимаешь тёмную сторону, то ты становишься намного больше. Ты можешь за неё окрести. У меня есть знакомый, который публично рассказал там, что он употреблял запрещённые вещества и, ну, как бы давно рассказал. И до сих пор. И одновременно ты приобретёшь людей, которые с тобой до смерти. Ну, например, условно, ты теряешь из-за этого рекламный контракт. Ну, то есть, понимаешь, тут какое-то всё принятие своих тёмных сторон связано с рисками, которые ты вот это, то, что мы проговорили, потери ценности. Ты потеряешь доход. Ты теряешь там признание, к которому ты привык. И можно я приведу пример? У нас... У меня есть Телеграм-канал, и у нас есть подрядчик, который работает с этим Телеграм-каналом. И подрядчик сказал, что, Миш, когда... Если ты хочешь, чтобы мы с тобой работали, тебе нужно убрать часть контента из своего Телеграм-канала. Ты должен перестать размышлять о политике, ты должен перестать постить себя голова, и ты должен перестать делать какие-то шутки... Мне кажется, голодь и Сава больше всего добрала. Да, ты знала, что ты постил там просто реакции. Да, и я, думая об этом, я подумал, окей, какие вещи, где там есть, где есть правда в том, что говорят. Допустим, со временем я понял, что я не имею достаточной глубины в политике, чтобы рассуждать об этом с точки зрения действительно умного человека. И от этой части мне было отказаться очень просто, потому что я не политик, я не люблю политику, я никогда не был в политике, и мне не нужно быть там. Но часть, где я выставляю голые фотографии или делаю шутки на грани фола, это настолько неизменная, неотвергаемая часть меня, хотя она является частью этой тёмной стороны, она является частью некого нарциссизма, да, она является частью, где я делаю определённые заявления как артист, как художник, как автор, что мне легче найти подрядчика, который это примет. Теперь мы получаем разную реакцию на это. Мы получаем реакцию, где люди говорят, ты философ, ты коуч, ты рассказываешь о том, как быть настоящим, и ты скатываешься в это. Ты скатываешься в этот условно-моральный низ. И есть люди, которые пишут, что это изменило их жизнь, потому что они увидели, что то, что я говорю, подтверждает то, что я делаю, и наоборот. И думая об этом, во-первых, я даю себе чёткий отчёт, что я абсолютно всё, что делаю, делаю для себя, и делаю как продолжение меня. Но вторая часть, что есть люди, которые теперь навсегда со мной. И всё, что любому художнику, любому артисту нужно для поразительного жизненного успеха, это всего лишь тысячи человек, которые продают с тобой огонь и воду. Нужно, чтобы тебя любила... Да, Кевин Келли. Тебе нужно всего лишь тысячи человек, которые тебя обожают. Это такой интересный разговор о балансировании на этих гранях. Просто вот условно, окей, у тебя есть тысяча человек, но за счёт того, что ты проявил свои тёмные стороны, у тебя появляется сто человек, которые тебя люто ненавидят. Я иногда встречала с блогером, после которой всех, кого он отмечает в сторис, приходят люди и накручивают тебе ботов. На кого-то они пишут заявление в полицию. Ну, то есть вот настолько. Я тоже об этом думал достаточно много. И я думал о разных типах искусства. Есть искусство, которое поразительно разделяет людей. Я приведу несколько примеров. Допустим, Тай Лопес, блогер, достаточно популярный здесь, в Америке. Уже нет. Ну, уже, наверное, нет. Да, но он ставил ставку на том, чтобы показывать свой роскошный стиль жизни. Логан Пол, даже тоже, вот кто сейчас на хайпе, да, он прям очень делит. Многие, да, многие блогеры. Даже Эндрю Тейт, боже мой. Человек, который, ну вот я посмотрела, так что вообще? Типа, ну что с этим человеком? Да, его посадили, но я вижу много людей в Кремниевой долине, которые говорят, нормальный мужик. Да даже, посмотри, Трамп, любой пост, да, просто разделённый, реально Америка разделённая пополам. Кто-то пишет, что он красавчик, красавчик, и кто-то... В окружении тоже. Это не то, что, знаешь, там какой-то, не знаю, там, что это какие-то тролли. Есть авторы, которые разделяют, например, тот же, один из мной уважаемых авторов, Джордан Петерсон, да, он, по сути, сделал консервативную точку зрения, он сделал бизнесом, да, и он много разделяет в своей работе. И при этом есть художники, есть артисты, есть креаторы, чьё искусство очень объединяет от людей, которые рассказывают о науке. Эндрю Хуберман, один из моих любимых, да, подкастеров, который делает науку доступной. Он не разделяет людей, он на самом деле объединяет их своей точкой зрения. Или если мы возьмём каких-нибудь гениев в духовности, они не разделяют своей точкой зрения, они, наоборот, объединяют. И когда я думал о том, какое я хочу нести искусство в этот мир, то я всегда думаю об искусстве, которое целит, которое соединяет, которое делает людей цельным. Теперь самый важный вопрос, это как, с одной стороны, ты можешь объединить свою тёмную сторону с этой миссией. Да. Это вопрос с большой буквы, потому что, если ты это сделаешь, ты в буквальном смысле будешь очень-очень большим. Ты будешь очень известным, да. Ты будешь как Опра Уинфри, ты будешь как люди, которые стали и которые ценят на протяжении тысячелетий, как Будда, как Иисус, как разные авторы, философы, художники, которые существовали. Или как Карл Юнг, который, по сути, начал эту идею с работы с тенью, работать с тёмной стороной и так далее, да. И Юнга ценят и уважают. И это вопрос третьего уровня, как, зная свои тёмные наклонности, как ты становишься их мастером до такой степени, что они помогают тебе служить, помогают тебе быть цельным и помогают твоему искусству выйти на гениально новый уровень. Как? Это самый важный вопрос. У тебя есть инструкция пошаговая? У меня есть мысли об этом. И достаточно много. Давай вернёмся на секунду к идее самооценки. Я думаю, что то, что я говорю о самооценке, принципиально отличается от всего, что написано о самооценке. Я верю, что самооценка это просто вредный концепт. И я сейчас объясню. Как ты свою самооценку, как ты думаешь, как у тебя самооценка? Нормально. То есть думаешь, что у тебя зрелая, твёрдая, где-то там посередине, высоко, низкая? Середина ближе к высоте. Середина ближе к высокому. Окей. Есть какие-то вещи, где ты чувствуешь, что это прямо низко, что это пол? Да. Мне кажется, моя проблема считывать людей. Я вообще не... У меня все прекрасные, все зайки-душки, пока я не наткнусь на что-то. То есть тебе кажется, что ты не очень хорошо понимаешь людей или читаешь людей или предсказываешь, кем они потом будут, и можешь связать себя не с тем человеком. Максимально не разбираюсь в людях. Окей. Вот это понимание самое важное. Не то, что ты не разбираешься в людях, я, наверное, бы поставил это под большой знак вопроса, но понимание, что самооценка не может быть общей, очень-очень важно. Например, если я встречу человека, который говорит, у меня низкая самооценка, я спрошу, ну давай конкретно разберемся, в чем она низкая, да, как ты чистишь зубы, чистили ли ты зубы хорошо или плохо. Ты когда чистишь зубы, ты оцениваешь себя, что ты вообще полный неудачник в том, как ты чистишь зубы. Человек такой, ну нет, я нормально очищу зубы, так, как и все, может быть, даже и лучше, там, нить, да, и все такое. Говорю, окей, хорошо, давай попробуем пойдем дальше. Ты когда моешься, ты прямо хуже всех, да, ну как бы нет. Ладно, когда ты разговариваешь, ты прямо, ну действительно, ну нет, ну нормально я разговариваю, да, когда ты готовишь. И когда мы это делаем, делаем это упражнение, человек говорит, ну ладно, во многих вещах я действительно норм, я действительно хорош. И мы доходим до вещей, где, как и ты, они говорят, ну вот в этом я никакой, да. Первое, что мы уже сделали, мы им сказали, что ты должен быть поразительно конкретен, в чем ты плох, иначе ты себя обманываешь, очень сильно обманываешь, да. И на этом этапе большинство людей просто захлопываются, затухают, потому что они не могут найти, в чем они конкретно плохи. Они, да, и допустим человек говорит, я плох в отношениях, я постоянно выбираю себе не тех партнеров, я выбираю партнеров, которые меня абьюзят, я выбираю партнеров, которые со мной делают, и это происходит каждый день. Окей. И вот здесь мы подходим к ключевому моменту, что это проблема, а не что-то в тебе поломано. Окей? То есть мы подходим... Проблема, с которой надо работать. Мы подходим к моменту, что ты решаешь проблему, что ты условно, когда со мной работают клиенты, и приходит клиентка и говорит, я связываю тебя не с теми мужчинами. Я у нее спрашиваю, как ты катаешься на скейте? После того, как она мне это говорит. Она говорит, я не умею кататься на скейте. Могу ли я сказать, что ты себя связываешь не с теми скейтами? Она говорит, типа, ты что? Что за вопрос такой? Я просто не умею кататься на скейте. И я ей объясняю, если бы ты захотела кататься на скейте, что бы ты сделала? Он говорит, я бы научилась. Если бы ты сильно захотела, ты бы научилась. Правда? Правда. И по какой-то причине ты думаешь, что скейт отличается от отношений. По какой-то причине ты себя убедила, что умение кататься на скейте каким-то образом отличается от умения связывать себя с партнерами. Скейт более-менее не предсказуем. У него там как бы несколько вариантов, которые ты понимаешь. Дело в том, что, как и скейт, люди идеально предсказуемые, но всегда всё зависит от тебя. Человек будет с тобой вести так, как ты с ним обращаешься. И мы думаем, ну ладно, я забочусь, а меня критикуют. Нет, ты, значит, не умеешь обращаться. То, что ты получаешь от мира, является просто твоей картиной мира. Но это не имеет никакого отношения к самооценке. Самооценка — это несуществующий концепт. Самооценка — это то, что было придумано, чтобы объяснить, когда у тебя что-то не работает. Но если мы просто забудем, что в словаре есть это слово, что оно просто вообще, мы не знаем, мы никогда не слышали, и вместо этого направим конкретно и специфический свой взгляд на что-то, нам станет намного легче. Ну вот это интересно тоже, когда ты там, условно, с моей проблемой, как это вообще решать, не разбираться. Давай попробуем на твоей проблеме. Я не знаю. Я говорю, у меня все люди прекрасны. Ну там, условно, ты там, вот ко мне послезавтра приходит огромный фаундер. Да. Мой инвестор его, ну, как бы он его обожал год назад, сейчас он говорит, что он какую-то фигню творит, но окей, я смотрю, просто прекрасный человек, мы с ним сейчас ужинали, невероятный, но я открываю интернет, тех кранч, первая статья, его там вот так вот выносят. Окей. И я такая, так, опять я что-то не туда. Ну типа, что... Можно я тебе с этим помогу? Давай. Ты когда-нибудь встречала в интернете историю о тебе, которая была полной неправдой? Да. Встречала? Да. Ты знаешь, что это неправда? Да. И ты знаешь, как много людей всё равно в это верят? Сто процентов. Представим себе, что я прочитал эту историю. Угу. И я сделал тебе вывод. Угу. На основании этой истории. Угу. Разве было бы это честно? Нет. Ты получила то же самое с своим фаундером. Ты разрешила историям другим людей влиять на то, как ты думаешь. И влиять потом ещё на меня, что я позвала какого-то там, не знаю, кого-то разводила, не знаю, всё что угодно. Да. Что ты себя связываешь не с тем человеком, что это ударит по твоей репутации в какой-то степени, да? Угу. И я можно тебе приведу пример с историей, которую нам написали. Когда мы сделали анонс, что мы с Мариной хотим вместе провести какой-то тренинг. Мы получили комментарий от женщины, которая говорит, я с Мариной не свяжусь, потому что Марина, очень типично ты мне тоже об этом говорила, Марина обучает английскому языку, хотя сама не знает его, да? И я когда читал этот комментарий, я подумал, you must be kidding me. Ты, типа, девушка, ты сейчас просто издеваешься надо мной, потому что я слышал, как ты говоришь по-английски, я видел, как ты говоришь по-английски, я с тобой говорил чуть-чуть по-английски, да? Когда я был на твоём канале, и я видел, какому огромному количеству людей ты помогла исправить то, что они делают, и они делают это не так. Но если бы я использовал бы не свои мозги, а мозги других людей, то всё бы было бы не то. И самое простое, что мы можем сделать, это довериться своему внутреннему компасу, своему эмоциональному компасу, вместо того, чтобы слушать и позволять словам других людей влиять на себя. Потому что снова у нас два вопроса. Это действительно правда? Как эта мысль мне помогает сейчас? Ну, другой вопрос, как она влияет на мой бизнес? И давай попробуем подумать, да, как она может повлиять на твой бизнес. Представим себе, что у нас будет два сценария. Первый сценарий — все истории неверны, и ты берёшь, ты пригласила человека, и он оказывается действительно тем, за кого он себя выдаёт. Он чистый, он честный, он открытый, он делал, как и все ошибки, он их исправляет, он берёт ответственность, он действует дальше. Окей? Это один сценарий, в котором они неправы, и он прав. Представим себе другой сценарий, когда ты действительно делаешь ошибку, и, например, ты сюда пригласила человека, которого потом обвиняют в изнасилованиях. Конкретный пример — Мила Кунис, да, друг семьи, который с ними был чуть ли не всю жизнь, который крестил их детей и так далее, и он потом оказывается абьюзером, оказывается насильником. Да? И это бьёт по её репутации, что твой близкий друг, твой самый близкий друг, оказалось, имеет тёмную сторону, которую ты даже не представлял, что она есть. Его сейчас обвинили. Теперь глубокий вопрос. На что это конкретно повлияло? Ну, она могла контракты потерять. Окей, она потеряла какой-то контракт, да. Я могу привести ещё пример с FTX, да, у ребят судебное разбирательство на миллиард долларов. Ну, типа, один откупился за 500 тысяч долларов, ну вот конкретная цена, они там рекламировали что-то, что, казалось бы, в тот момент даже, в тот момент Sequoia проинвестировала, все топовые фонды Долины проинвестировали, все обожали Сэм Фридман, сейчас обвиняют тех блогеров, что это вы недосмотрели, это ваша ответственность, была проверить всё, пофигу на Sequoia Capital, на их аналитиков, вы должны были, ты виноват, ты не понимаешь ничего в финансах, до свидания. Вот что произошло с теми блогерами? Ну, я тебе напомню, как Sequoia отреагировала на это всё, да, то есть они тоже были инвесторами, и было много людей, которых я знаю лично, которые тоже инвестировали в это, и мне сказали, знаете, мы сделали ошибку. Да, блогеры так сказали, но, ну, кому-то пришлось заплатить там 500 тысяч долларов, кому-то не слушать год хейта просто во всех комментариях, я захотела к блогеру, к моему, самый любимый блогер, чувак, обалденный, все комментарии, целый год, ты с камер, ты с камер, ты с камер. Смотри, дело в том, что у всего есть своя цена. Допустим, твоя цена, когда ты, чем на более высокий уровень людей ты будешь выходить, тем больше у них будет врагов, тем больше у них будет хейтеров. И одновременно, чем более высокий уровень людей присутствует с тобой рядом, тем сильнее это тебя саму поднимает. И у любого бизнеса есть цена. Я приведу простой пример. Например, допустим, один из самых выгодных вообще, это не допустим, это факт, один из самых выгодных бизнесов — это могильные бизнесы. Почему? Потому что никто, блин, не хочет этим заниматься. Никто не заканчивает университет и думает, знаешь, однажды... Я открою свое. Я буду копать ямы. Да-да-да. Однажды я буду препарировать трупы или что-то такое. Или делать косметику. Однажды я буду этим заниматься. Однажды я буду видеть каждый день тысячи людей мертвых. Никто не думает об этом. Поэтому это один из самых выгодных бизнесов. И из-за того, что этот бизнес выгоден, у него есть эмоциональная цена. Эмоциональная цена — это то, что ты видишь много мертвых людей в своей работе. У каждого бизнеса есть цена, у каждого действия есть цена. Потому что, когда ты выбираешь один путь, ты моментально отказываешься от всех остальных путей. Когда ты выбираешь путь известности, ты отказываешься от того, например, как Кардашья, она отказалась от того, что она однажды может, как и все люди, просто пойти на пляж и покупаться. Она навсегда от этого отказалась. Потому что эти 100 миллионов человек не дадут ей это сделать. И тут вопрос, какая цена или какая тяжесть для тебя не является такой же большой тяжестью, как для всех остальных. И каждому тяжело, но по-разному. Каждый из нас должен выбрать цену, которую он готов заплатить. И цена, которую ты должна принять, или если ты действительно собираешься построить в этом карьеру, это то, что иногда ты можешь ошибиться, и у этого может быть цена для твоего бизнеса. Но, скорее всего, она, вероятность настолько низкая, да, провала, а вероятность успеха настолько огромная. Sequoia стала Sequoia не потому, что она не ошибалась, а потому что она так много раз была права. Ну, и ошиблась в том числе, и двигалась дальше. Сто процентов, да. Они ошиблись не только с FTX, они ошиблись в очень многих вещах. И тем не менее, они были правыми в настолько большем количестве. И мы видим, что таких как Sequoia компаний нет вторых. То есть основной вывод — понять, какая цена ошибки, и понять вообще... Ну, это как, знаешь, как мы ходим к тому, что люби проблемы, связанные с тем, что ты выбрал. Если проблема вот такая, и ты на неё готов... Давай поговорим об обратной цене. Возвращаясь к тому, как накачать попу. Накачать попу реально тяжело. Это долго, это много, да, это тяжело. Тебе требуется дисциплина, и там будет много физического дискомфорта. Это цена, которую ты платишь за то, чтобы у тебя была крепкая мускулатура. Но обратная цена намного выше. Цена без мускулатуры намного выше. Цена, когда тебе 40 лет, и у тебя начинают обваливаться плечи. Когда тебе 60 лет, и если ты женщина, которая не качала свои бёдра, не качала свой зад, у тебя начинают обваливаться бёдра, у тебя ломается шейка бедра и так далее. Это самый типичный у женщин после 60, самый типичный перелом. И почему? Потому что они не хотели в своё время заплатить эмоциональную цену тренинга с сопротивлением. Цена будет у всего. Например, ты не идёшь в публичность, и потому что ты не идёшь в публичность, не берёшь рисков собственного личного бренда. За это ты плачешь очень посредственной жизнью. Жизнью, в которой большинство вещей, которые могут себе люди вверху позволить, ты просто не можешь позволить. Даже если бы тебе очень-очень сильно хотелось, ты не можешь. Ты платишь за посредственностью тем, что ты общаешься с посредственными людьми. Ты платишь за посредственность тем, что ты живёшь в посредственных условиях. И это окей, если для тебя это небольшая проблема, но тебе важно понимать, что это тоже цена. Да, абсолютно. И обратная цена чаще всего намного больше, чем прямая цена, которую мы платим за своё величие. Ну, то есть мы выбираем такой, если сейв-путь, мы просто понимаем, что это да, зато у меня нет вот этого, а я этого очень сильно боюсь, ну да. Блин, очень классно. Это был очень полезный разговор, Миша, спасибо тебе. А можешь сказать, ну вот как ты, я просто, когда я тоже постила, мне начали обвинять в том, что я продвигаю коучинг, что типа это прям, ну у нас же такое отношение в русскоязычном пространстве, там Тони Роббинс и так далее. Как ты к этому относишься, как ты с этим работаешь? Обычно, и я это видел тысячи раз, миллионы людей, которые имеют негативное отношение к коучингу, это люди, которые об этом не имеют никакого понятия. Это люди, которые никогда не соприкасались с тем, что реально коучинг может с ними сделать. И вещи, о которых мы думаем негативно чаще всего, это вещи, которые мы боимся, вещи, которые мы не можем себе позволить. Каждый раз, когда мы ловим себя на мысли о человеке, либо о вещах, которые мы не можем принять, там наш рост, там мы можем расшириться, там мы можем стать больше. И я приведу очень конкретный пример того, что может сделать коучинг. И это правда, что у меня тоже негативное мнение о коучинге, и поэтому мне пришлось полностью поменять, как коучинг выглядит. В одной части я согласен. Классический коучинг сделали очень неэффективным, недоказательным инструментом. И из-за того, что он стал неэффективным, недоказательным, ему стало легко обучаться, ты буквально за 3-4 дня можешь стать коучем. И это как говорить, что, например, прыгать на скакалке, ты тоже можешь научиться за 4 дня. И говорить, что прыжки, если ты научишься прыгать на скакалке, это поможет другому человеку. Обычно навыки, которые действительно помогают, это навыки, которые тебе нужно приобретать годами. В буквальном смысле. И коучинг сделали какой-то упрощённой формой и упростили до такого, что он перестал быть эффективным и начал очень сильно отличаться от всего доказательного, что в мире есть. От всех исследований, таких глубоких важных теорий, которые есть в нейрологии, в психологии, в философии и так далее. Коучинг сильно ушёл, потому что его просто упростили до минимума, и он перестал быть очень эффективным. Но когда люди говорят, что то, как мы работаем, наш коучинг — это бред, это, по сути, какая-то, знаешь, там, змея масса, и она не работает, или змея масло, и оно не работает, я всегда знаю, что это потому, что они действительно не сталкивались с нами. Они не знают, что мы можем на самом деле сделать. Мне когда написали в комментариях, я записала прям видео ребятам про то, что, ну, насколько вот просто даже та мысль, что нужно управлять тем о том, чем мы думаем, потому что из наших мыслей идут наши действия. То есть если мы себя там условно, если бы я максимально сфокусировалась на мысли о вулканах, о Третьей мировой войне, о том, что, а, Америке ж конец, я забыла. Самый главный комментарий под этим, что ты что покупаешь в Америке? Это же всё, это конченная страна. Да. Если бы я сфокусировалась на этих мнениях, я бы, ну, никогда не шла вперёд во что-то новое. Когда я себе говорю, что я понимаю, что есть страхи, я вижу, что у людей есть страхи, они у меня тоже есть, но я понимаю, что, блин, мне 33 года, я живу в Америке, я хочу пробовать что-то новое. Ну, то есть, и да, я понимаю, что у этого есть риски, но вроде как этот риск, там, 3%. Я это погуглила, и он вот такой. И я готова идти в это. И когда мы с Аленой занимались с тобой, вот буквально две сессии за год с какими-то такими вот фразами, которые просто вот как винтик тебе в голову вкручиваются, и ты по-другому начинаешь мыслить, из этого идут другие действия, из этого идёт другая жизнь. И это настолько трансформационно, что, ну, вот, да, я понимаю, наверное, есть вот это вот там, когда говорят, «Ты там купи у меня продукт, и твоя жизнь поменяется тут же». Понятно, что это не так, естественно, происходит, но когда у тебя правильно расставляются вещи в голове, и ты начинаешь по-другому следить за это мыслить, мне кажется, это очень важно. Знаешь, я бы ещё сказал, потому что даже я, несмотря на то, что обучаю этому, несмотря на то, что у меня огромный опыт, огромное количество часов, которые я провёл с клиентами, но тем не менее у меня бывают хуже сессии и лучше сессии. И здесь много переменных факторов. Это много зависит от клиента, много зависит от меня. Но есть фраза, которую я очень часто повторяю, я не слышал её нигде больше, но я её вкручиваю, как ты говоришь, в голову своих коучей. Это то, что после нас остаётся тишина. И что я имею в виду, это то, что мы делаем, на самом деле создаёт оглушающий эффект. Эффект, в котором всё, что человек знал до этого, сдвигается. И мы живём на идее принципиальных сдвигов всей парадигмы. И хороший коучинг, хорошая сессия выродит такой, что после этого человек ходит неделю-две, и для него перестраивается весь мир. Ты не можешь не поверить в коучинг, когда это с тобой делают. Когда это полностью тебя оглушило. И мир уже никогда для тебя не прежний. Я помню, когда я точно так же начинал, как все классические коучи, использовал классические инструменты, для меня всегда было что-то не то. Когда на мне их использовали, для меня это не работало, но я убедил себя, что, ну, может быть, я просто другой. Что это... Я какой-то другой, на меня это не работает, но на других это будет работать. Пока я не встретил моего учителя, который сделал это со мной. Это полностью... Работа час с человеком, у которого я учился давно, полностью сдвинула всё, что я знаю в мире. И когда это со мной произошло, я тогда понял, чем я занимаюсь. Я тогда понял, какой должен быть коучинг. И начиная с тех пор, это то, на чём мы фокусируемся. Мы должны оглушать. Контакт с нами должен оглушать. Спасибо тебе огромное. Спасибо. На этой ноте мы завершаем. Я надеюсь, что у вас, ребят, тоже получилась такая небольшая коучинговая сессия. На моих примерах или там на примерах других людей. Но знаете что? Можно я вас попрошу, кто ещё смотрит, напишите главную мысль, которую вы забираете с собой из этого видео. Напишите её в комментариях, чтобы она... Для тех, кто не досмотрит до конца или там пропустит какие-то мысли, чтобы они смогли перечитать комментарии и что-то для себя тоже забрать. Потому что я говорю, для меня иногда достаточно буквально пары фраз, которые вот то, что ты сказал, переворачивают всё. И я абсолютно по-другому начинаю мыслить. Поэтому жду ваших комментариев. Спасибо вам огромное. Подписывайтесь на канал Миши. Спасибо. Спасибо, Марина. До скорых встреч. Всё, пока-пока.